Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братцы и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю умножаться в познании Господа и Бога нашего Иисуса Христа через дела любви к ближнему, уповая на Христа, Его дарами, всеми какими только Господь благословляет. Для Его славы. Давайте помолимся, я хочу, я на самом деле, наверное, кратенько схожу, хотя у меня кратенько не очень получается. Господь мой, Бог наш, Иисус Христос, слава Тебе за все, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, спасибо Тебе за все, за всю любовь Твою от начала мира проявляемую. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, спасибо за все. Благослови, пожалуйста, эту трансляцию. Уста говорящего, уши всех слушающих и блаженной руки всех печатающих. И да прославишься Ты, сущий, неизменный в слове Своем Бог, в последнее время пришедший воплоти, благотворящий даже до креста, в котором была явлена сущность Твоя, имя Твое, в которой есть любовь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, спасибо Тебе за все. Через эту явленную Тобою любовь на кресте, да откроется помышление многих сердец, и узрит всякая плоть, слава и величие, а главное, божество Твое в воскресении Твоем, ибо жизнь в самом себе имеешь только Ты. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И да будут уповать на Тебя все народы и все христиане ежедневно в обычной бытовой своей жизни. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо за все. Христос, любовь посреди нас, братья и сестры. Тема, хочу сказать, о помощнике. Можно, конечно, было бы обозвать ролик семейной темой, да, муж и жена, но это не так. Конечно же, Бог творит... Ну, говорить я буду о книге бытия, о первых двухглавах, так скажем, трехглавах, как угодно. Ну, о двух, можно сказать, о сотворении человека. Все, кто хочет знать истину, всегда призываю туда обращаться, ибо там мы можем тоже именно в чистоте увидеть Бога. Бог, Его замыселы, о человеке. Все там Господь в образах, символах, но жаждущим, молчащим Господь открывает. Я свидетельствую, что тот, кто жаждет, Господь действительно все подает. Все полезное ко благу человеку, что надо. Господь всегда... Бог есть любовь, поэтому всегда все подаст. И вот вы помните, как нам сказано, что Господь сначала сотворил человека, и когда человеку не нашлось помощника, соответствующего ему, да, Господь сотворил мужчину и женщину. Ну, во-первых, он задумал два пола, да, как бы разделил человечество, хотя Павел говорит, что в будущем не будет ни мужского, ни женского. Господь говорит, что там не выходит, и не женится уже. Это великое благочестие тайна. Вы знаете, я на небеса лазить никогда не люблю, и этого никогда стараюсь не делать. Одно дело, нам что-то открыто, пусть в образах мы просто начинаем разумевать, а другое дело тайны, которые сокрыты от нас. Пелена того бытия для нас вообще сокрыта. Все эти молитвы там за усопших, вы знаете, что все это не имеет никакого основания, потому что, ну, ничего нам об этом не известно. Нет ни заповеди, ни призывов. Бог, Бог живых. Нам ничего не понять, что там дальше происходит. Где мысли Божии, где суд Божий, что там происходит, никому это не ведомо. И вот когда лазают туда, мне кажется, сильно погрешают, а погрешают на самом деле против самих себя. Себе же вредят. Ибо это ничего не дает человеку, зачастую в основном вред. Вот. И вот когда Господь творит одного человечка, Адам с греческого человека, это не имя нарицательное, так скажем. Ой, не имя собственное, а имя нарицательное было. То есть это просто название, это греческое слово, русское человек. Вот. Для чего создал этого помощника? И для чего женщину, так скажем, Господь создал мужчине? И что такое? Единственное, мы затронем вопрос о господстве, владычестве, ну, вот, всего этого царства, повеления, так скажем, то есть возвышения одного над другим. Все очень просто. Господь наш владыка и творец, и создатель. Но он не тиран и непохотливый царь тщеславный, который требует себе поклонения, власти. Мы это все прекрасно видим во Христе. Что такое господство, владычество? Это забота, это ответственность, это попечение, это бережное хранение. Вот что такое господство. Вот кто наш Господь-то? Вот кто такой муж для жены и для всей семьи, для детей? Это заботливый попечитель, ответственный. Вот что это такое. А у нас что? А у нас, что такое было владычество человека над землей и всеми тварями земными? Это любовь, это забота, это ответственность, это попечение, бережное отношение, блюстение, есть такое слово, или как блюсти, да? То есть, вот, хранить. А что делает человек? Тиранят всю землю, все живые существа и друг дружку, начиная со своей семьи и кончая всеми внешними, так называемыми. Почему Господь создал человек у человека? Сейчас даже дело не в муже, а в жене. Чтобы понять это, надо понять, что не понять, а услышать и прочитать это, если вы никогда не читали, что человека первого Господь создал по образу и подобию своему. А значит, чтобы уподобиться ему, а Бог есть любовь, нам надо кого-то любить. И в максимальном утоплении мы можем любить себе подобных. А значит, нужен был человек. Господь его создал. Ну, как мы, конечно, в последнее время, ну, я понимаю, о чем я говорю, в последнее время, в которое Христос пришел, как нам в Новом Завете это словосочетание употребляется. Мы видим, что эта фраза, образ и подобие, не случайны. Это не какая-то иллюзия, это не какой-то образ или символ. Оказывается, что образ и подобие человека Богу – это тождество. Наверное, так можно математически выразиться. То есть это не равенство, мы не равны Богу, но это тождество. По-моему, я, насколько уж математику-то я позабыл уже все. Но, по-моему, это можно с математической точки зрения вот так выразиться. То есть это, конечно, почти то же самое, но это, конечно же, не то. Вот равенство, да, одно равно другому. Это равновесие, все вот абсолютно. Это то и то, один равно один. А есть тождество. Я уж тоже точно определения не помню, но вот так вот вспоминая как-то интуитивно, помню, что это вот можно вот таким математическим словом выразиться. Вот, для людей, ученых. Поэтому мы, оказывается, Христос воплотился и о себе говорил во плоти, что я сущий. Что я Отец одно, это Он, что я есть Творец, я Есмь, я истинный, я сущий, я бытие. Он себе постоянно об этом говорил. Это поразительно. И мы именно Он. Но единственная, в чем разница ветхозаветной истории от новозаветной, тем, что Господь не сразу воплотился и создал миллиарды людей, в смысле сразу был явлен миру во плоти и начал творить миллиарды людей. Или сам их как-то вместо Адама размножать, создал бы себе, допустим, Еву и стал нас плодить. Нет, мы видим как бы замысел Божий немножко в другом, что, в принципе, все мы боги в этом плане. Он сам нам об этом сказал, еще и еврейскому народу говорил. Вы помните, как в Новом Завете даже ссылается на этот стих. Поэтому Господь просто создал себе подобных и сказал, что любят друг друга, вы любите меня, потому что я точно такой же. Более того, Бог оказался любовью не какой-то Аллахоподобной, с барского плеча сыпет там что-то, что-то не сыпет там. Нет, оказалось, что Бог, любовь абсолютная, любовь жертвенная, юродивая для еще плотского мышления. Вы помните, как Павел хорошо говорит, крест Господень для погибающих юродства, безумие, идиотизм. Что такое юродство? Бред. Вот Бог именно этот, бред, юродство и идиотизм. Как бы это ни звучало грубо сейчас, да? Потому что то, что сделал Господь, уплотившись, это просто зачем ему надо было это делать? Это показывает любовь. И почему те, кто действительно не сезерсает этого креста в своей жизни, и живут абы как, а те, у кого этот крест всегда в памяти, врезался в ум, ум Христов стал, сердце стало, срасплялся человек Христу, в мыслях своих, в сердце своем. Тот и живет так же, соответственно. И поэтому, кто такой помощник? Ну, понятно, мы рассматриваем его и по плоти, и по духу. Поэтому, конечно же, один человек другому, он помогает. И в делах плоти, и в делах духа. И опять же, рассмотрим хорошо. Ну, ладно, Бог специально разделил два пола, чтобы вот это была любовь между людьми. И потом дети появлялись. Эти дети любили родители, родители детей, а брат любил брата. Бог как бы показал все эти грани прекрасной любви. Поэтому Бог для нас и отец, и друг, и брат, вернее, потом друг, еще и жених, то есть муж. Все, Бог для нас. И он разделил это в людях, чтобы мы как бы через разных людей познавали это, через разные этапы жизни, через время. В этом мире есть время. Там времени не будет. Вы помните, у нас есть откровение. Там уже времени нет. Там не будет уже ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры. У нас есть все эти откровения. Это непознаваемое, но это новое бытие. Мы к нему лишь через это бытие возрастаем. Это бытие, все знания в этом бытие, это только начало. Ну, кроме начала в том плане, что, как все любят, то еще там Христос не все принес, церковь развивалась, догматы придумывала. Да ерунда. Догмат один, Бог есть любовь, он был от начала, а ты человек, и образ и подобие. Это мы все видим в первых книгах бытия, а значит, от сотворения мира. Ничего нового мы не придумаем. И это бытие есть свобода во Христе, в Боге, в человеке, в его природе. Весь мир свободен. Творить, что хотеть. Вот, поэтому кто такой помощник-то? Вот муж и жена. И давай, мужик, тебе ранить бабу свою. Я, владыка, я, господин, целуй мне туфлю. Да это помощница, тебе возрасти в любви. Это ты ей должен туфлю целовать. Ты, когда делаешь дела любви, потому что Адам посмотрел на всех животных, помните, и расстроился, потому что не нашлось достойного предмета, существа, как угодно сейчас можно выразиться, пока мы дойдем до человека, способного ему вырасти в богоподобии. Поэтому Господь ему делает подобного ему, человеку. Не важно сейчас, что он другого пола, это вообще все не имеет значения. Брат с братом тоже возрастает в том же самом. Один человек к другому, к чему я хочу подвести, это помощник, помощник. Не помощник ему кирпичи на огороде таскать, и это то. Только это уже с другой стороны рассматривается, к чему я хочу подвести, что этот помощник для чего мне? Для возрастания меня в любви. Поэтому, когда мне тот несет кирпичи, помогает, или дрова, я его просил огоров скопать, на самом деле, это не он мне помогает, а я ему помогаю. Потому что он возрастает в любви. Это он делает любви, дело любви. Только надо подумать опять не так, что, ой, я какой герой, я ему помогаю в любви возрастать. Пусть мне эту флю целует. Да нет, тебе это надо делать то же самое. И найти себе помощника, то есть найти того, кому нужно, у кого немощь, у кого нужда, и помочь этому человеку возрасти в любви. Мы должны искать этих помощников кругом и всюду. Вот так, как этот большой ух в мультике, ушки свои навострять, где только нужна беда, где беда, где надо помочь. Кому нужна нужда, где какая. Мне нужен помощник, чтобы возрасти мне в любви. Не мне нужен, у меня, вот, да, 10 подонов кирпичей, мне надо перетаскать, я бегу. Это все по плоти размышления. И я бегу, и ищу человека, который мне поможет перенести 10 тысяч кирпичей. Надо же понять, что это как раз я бегу искать, если я понял смысл этой жизни, это я бегу искать, кому нужно перенести 10 тысяч кирпичей, чтобы что сделать? Царство Небесное в себе построить. Вырасти, рай прекрасный создать, в котором древо жизни будет сидеть. Царство Небесное, Божье любви, дворец этот любви, храм Божий построить, в который приедет царь, который уехал на некоторое время. Вот что это такое. А мы что? А у нас все по плоти. Ты мне помогай. Ты же мне Бог помог. Это Бог тебе дал помощницу, чтобы ты человек в любви вырос. А у нас все по плоти. Все наоборот всегда. Все по ветхозаветчине. Да нет. Новый завет оказался, Господь сказал, я для того пришел, не чтобы мне служили, а чтобы я послужил. И это об этом речи идет-то. Господь показал, что все вокруг, это вы мне помощники. Я вам любовь оказываю, а не вы мне. Я не для того пришел, чтобы мне любовь оказывали, а чтобы я оказывал. Вот кто такой помощник Адаму. Это не чтобы Адам все делал, а ему помогали, в чем он чуть не может там. Да нет. Бог от того, что ты все это себе делаешь, я дом строю, ну-ка помоги мне. Ты все для себя делаешь. Я это, я это, я это. Ты все себе, в себя в дырку пихаешь. А когда ты будешь другим делать, вот для чего помощники-то. Вот что такое помощник, что в семье мужики должны опомниться, одуматься. Что не тиранить свою жену надо, не господствовать, не владычествовать над ней, а любить ее надо. Это тебе помощница возрастать, тебя в любви, к себе царство небесное открывать. У женщины такой же, но это опять все образы, это все сейчас подумают, а женщина и женщина то же самое. И женщина должна понять, что тебе мужик дан, для того, чтобы ты, он тебе такой же помощник. Это лишь образы, все ветхозаветные, но они раскрываются любящим сердцам. И когда до людей доходят, это лишь, я говорю, куча-куча образов, я всегда вам говорю, что Христос и прямо все это крыл. Можно не фанатеть от этих образов, не гадать, не ломать голову над Божьими притчами в Новом Завете. Бог этого не требует. Он как раз говорит, что все эти притчи для внешних. То есть, по сути, в насмешку. Им они прямых-то слов не понимают, а уж притчу тем более не уразуметь. Но Господь им говорит. Хотя, я говорю, это и не в насмешку, потому что действительно, порой мы в образе что-то понимаем. Ну, что надо понимать-то в бытии, это если Бог есть любовь-то. Тут ничего понимать не надо. Это не какие-то шарады, которые надо через образы открывать. И не какие-то сложные вещи. Любовь. А любовь – это дела любви. Это не слово и язык, не празднословие, а действительно дела любви. Я говорю, только с языком не надо путать, где опять Иоанн Богослов. Можно понавырывать вот так. Есть же контекст, всегда смысл. Да, он говорит, не будем любить словом или языком. А что теперь, языком добрых слов не говорить? Да нет же, он имеет и говорит, чтобы празднословить. Не будем празднословить о любви. Я люблю, люблю. Хотя это слово надо говорить. Так как же? Оно же выражает мое чувство. Оно тоже мне приятно. Когда человек мне говорит, ну, одно дело, человек и доказывает свою любовь, тогда я ему верю. Это слово имеет значение. Если он уже не раз доказывал свою любовь. Или, по крайней мере, еще мне зла не делал, я ему верю, просто доверяю, что при первой возможности человек мне эту любовь проявит. Достаточно того, что у нас сейчас мир и единодушие, и единосердечие. Вот кто такие помощники. Вот кто Христос пришел не я, не чтобы мне служили, а чтобы я служить. Смысл человека возрастать в любви. А возрастать в любви, Павел говорит, вере покажите вашу любовь. Ну, как? Через добрые дела добродетель, который в одном в жизни ни свечки ставить, ни иконки вырезать, ни на синтезаторах играть, ни на органах петь, а братолюбие. То есть, это какие-то дела любви к человеку. Павлову просто сократите чуть-чуть. Веря, добродетель, добродетель, рассудительность. Ну, сократите, чтобы попросить, чтобы понять. Веря покажите добрые дела к кому? Что такое добрые дела? Это дела любви к человеку. Он в этой формуле, я ее сокращаю, но там нет перечислений, насколько вы помните, делов культа, делов закона. Веря, добродетель, добродетель, рассуждение, рассуждение, воздержание, воздержание, братолюбие. Естественно, как ты, что такое любовь? Любовь это что-то отдать. Как ты будешь отдавать, если ты не воздержник, если ты все в себя пихаешь? Ну, естественно, все в рассуждении. Мы ребенку даем одно мороженое, потому что два у него горло схватит. В любви есть, конечно, свои пределы-то. Все формула простая. В вере проявляется любовь, раскрывается в человеке, Царство Небесное. Ну, и таким образом мы по плоти входим в вечное Царство Господа нашего и Бога, Иисуса Христа. Надо понять, человек телесно-духовный, существо у нас есть внутренне, невидимый мир, невидимый, являемый. Все. Мы таким образом и внутри созидаем это Царство Любви. И снаружи в Него войдем, ко Христу туда, по плоти, и в нас Он по Духу. Дух Святой, Дух Любви, Дух Истины, Дух Святости. Это все одни и те же слова. Вот кто такие люди, все меня окружающие. Ой, вот он меня обидел, он меня скорбил. Покажи долготерпение и яви этому человеку Божью любовь. В себе Христа яви, который долготерпел все поношения, ругания. И ты будь таким. Это же есть любовь. Не позлословить в ответ, не ответить злом на зло, а ответить любовью, как Павел, помни, добром на зло. Враг твой видишь, накорми его, напой, а мы готовы поносить всех на свете. Вот кто такой помощник. Вот они, помощнички наши. Да? Мальчик мой. Девочка, ты девочка, да? Девочка моя. Я ее назвал Ягаза пару дней назад. Все не мог ей имя придумать. Вот помощнички. Ты животные нам, помощнички. Господь привел их к нему. Он говорит, вот тебе, ну, до достойного, то есть, в максимальной степени невозможно возрасти в любви с животными. Тебе не может ответить. Мало того, что животное не может тебя обидеть. из сердца, из сердца только человеческое зло исходит. Поэтому люди, когда падают, на самом деле, другим помогают возрасти в божественную любовь. Если бы все было хорошо от начала, мы бы и не знали божественной любви бы. Ну, да, делаем добро, не делаем зла. Только, когда зло начало исходить из, ну, естественно, из сатанинского, ангелы тоже имеют свободу. И тоже падают, и пали. Мы знаем, да, вот, из них исходит зло, и из нас исходит зло, но при этом зле всем мировом. Мы же и божеского естества совершенного можем возрасти и причаститься, которое в жертвенной любви, в жертвенной. Никогда тебя гладят по головке, и ты, конечно, не уподобляешь сатанисту, еще и благодетелю своему в лицо плюешь. Или козни за спиной строишь. Хотя мы все и такое, наверное, в жизни, я испытывал. Делаешь, да, добро тебе еще в лицо плюют. Да все испытывали. Вот. Это вообще куда еще ниже-то. Но христианство это не предел. Ты говоришь, об этом, как Павел говорит, ты говорить-то, я даже не заикаюсь. О том, что ты был благодарным человеком. Мы почему-то у нас Богу хвалу воздай, но Бог в каждом человеке. Тебе человек сделал добро, конечно же, чем можешь, отплати ему как минимум добрым словом. В общем-то, на то он тебе и сделал добро, что ты нуждался, он твою нужду восполнил. В этом же любовь. Бог специально попустил все эти, так скажем, дисбалансы, да, у одного недостаток, у другого избыток. Мы восполняем, оказываем дело любви. Все. Но доброе слово есть у каждого, конечно же. Для этого мы учим детей своих. Спасибо, пожалуйста, благодарю. Вот. То есть, конечно же, доброе, благое слово обязательно другому расскажи. Об этом добром человеке, добром саморенении, спасителе твоего благодетеля. Всегда вспомни добрым словом. Прославь человека. Ты прославляешь Бога, в принципе, в этом плане. Потому что Бог и есть в каждом человеке. Он сказал, вы этого мало мы сделали, мне сделали. Этому тоже не надо бояться и хвалить кого-то. Это радость. Человек своего благодетеля готов на счет вознести. Можно перегнуть палку, забыв о Боге. Нет. Я, конечно же, всегда говорю, как христианин, что мы помним, что просто в каждом человеке есть этот Христос, есть Бог. Мы бы Христа панигирики бы пели и другим. Надо понять, что просто, я говорю, можно перегнуть палку, забыв о Христе. Нет. А когда ты во Христе славишь тоже человеком, вот он такой хороший. Это хорошо. Это тоже любовь. Нам же тоже приятно, когда нас хвалят. Это нормально. Другое дело оставаться при этом кротким и не возноситься, похвалами, и не отчаиваться, когда тебя поносит. Это и есть кротость свойства души. Ну вот я сказал, надеюсь, кто-то меня услышит. Поэтому надо к людям относиться, к каждому человеку, встречающему стены пути, как Господь его наименовал, ближним. Это не родственник, потому что он потом рассказал этому вопрошающему законнику или кто там был-то, кто такой ближний. Это оказался вообще враг, по сути-то. Вернее, враг все время неправильный, тоже говорю, не враг ему-то он был. Потому что самарянин-то как раз к аудею нормально относился. Это иудеи плевались. То есть он ему был врагом. Все время вот тоже. О, надо врага любить. Так он-то любил не врага даже, а для него не было просто врагов. Потому что самаряне к аудеям нормально относились. Это иудеи плевались с самарянами. И он этому человеку оказал избитому разбойниками в нужде. такую любовь. Мы все это знаем, эту притчу. То есть ближний это кто-то, кто на вытянутой руки, на расстоянии моего слуха, на расстоянии моего зрения. Вот кто ближний, вот кому я должен, вот мои помощники, помощники. Я им сам еще благодарен. Когда начинаются молитвы за людей и молитва за врага, искренне так назовем, и неблагодарного. Когда ты понимаешь, что оказывается любым делом, что хорошим, что даже плохим, он тебя все равно возводит к Богу на небеса. Окажи ему любовь в любом случае, что он хороший человек, что он плохой. Бог так делает. Он подает жизнь всем, и неблагодарным, и злым. Самым сатанистам. Все бытие имеют и живут в этом бытие, даже сатана имеет дыхание жизни, только потому, что это дыхание жизни Бог. Это не какой-то дар, который Бог не может отнять. Он все держит, все незримыми ниточками от него идет. Если эта ниточка порвется, этого и не будет существовать. Бог есть не просто начало жизни, он и продолжение жизни, промыслитель. Если захочет, будет конец этим, просто Бог не захочет, потому что Бог есть любовь. Бесконечное, абсолютное, совершенное. Вот кто такие помощники-то? Вот кто такая помощница, жена мужа, и муж жене на самом деле. Там все это образы. Вот что такое владычество и господство. Что в той же самой церкви, собрании. Кто такой старший брат-то? Да это тот, кто всем ноги умывает. Тот, кто ниже всех, как Господь сказал. Я не против этого возложения рук, там еще что-то. Павел даже, ну Павел-то стал с какой целью все это делать? С доброй целью. А во что это превратили? О, меня рукоположили, сейчас я вам тут устрою. Порядочки свои наведу. Да это возложение рук, указание на того, кто и будет всем слугой и всем рабом. Ведь Господь-то не возлагал руки ни на кого. И каждый раз, когда они кичились, кто больше, он им говорил. Прямо всегда после этих моментов читайте Евангелие. Нет бы сказать, да, вот этот умнее, вот ты не прав, а он прав. Он достойный. Да нет. Он им всем, говорит, одинаково. Кто хочет быть большим, будь всем рабом, будь всем слугой. Ты этим возрастаешь. И сам это сотворил делом. И на прощальном ужине. И до этого мы все знаем. Это я так коротаю всегда события, да. Прощального ужина и вот этого исцеления, как сказать правильно, да, что вот это ухо прилепило этому малху. И что отдал себе свою жизнь даже своим антихристам, убийцам, да. Ну а так-то мы видим и до этого, что он и ученикам служил, и всем вокруг, кто его даже неблагодарный, исцеляет 10 прокаженных, только один возвращается. Все это мы видим и до начала-то. И кто его в лицо и сатаной обзывает, и зевулом, все вот это. Мы видим, что он всем благотворит. Это я так всегда коротаю уже. Вот мне нравится Евангелие, она богослово, она четко раскрыта. Второй этот этап с 13 главы. Там уже мы много чего не видим, просто оно такое концентрированное, нераспыленное. Мне очень оно за это нравится тоже в некотором роде. Вот. Так что вот так вот, мои братцы, сестры, мои помощнички. Мы все время кичимся чем-то. А делами любви ты себе делаешь добро. Ты еще всем... Как вы думаете, что значит эта фраза, когда апостол Павел... Уже действительно... Вы почитайте апостола Павла послание. Это вот, конечно, на богослово называют апостолом любви, но вы знаете, апостол Павел не меньше любовью был исполнен. Да. Мы просто в его посланиях видим, как он... Вот именно как Божий, Божий избранный сосуд, помощник Божий в этом устройстве и земных уже вещей, сколько он потрудился. Но сами его послания, каков дух, как он все время об этой любви говорит, об этой братолюбии. И он говорит, не оставайтесь должным никому ничем. Там, кстати, он пишет о законе опять целую проповедь о том, что все это дела закона ни в чем. И заканчивает это, да, что не оставайтесь должниками, но не оставайтесь должными никому ничем. Там, вернее, он не о законе пишет, а об этом, о том, что мы должны быть покорны властью, то есть там о власти, придержащих вот это. И говорит, что все это делаете, это все правильно, это все нормально. Он говорит, не оставайтесь только не должным никому ничем. Ну там о законе, вернее, он напоминает, что да, все, а дела культа, это все ничто. А говорит, должным никому ничем не оставайтесь, кроме взаимной любви. Ибо весь закон, он говорит, Говорит, в одном слове, люби ближнего твоего, как самого себя. Все. Вот что значит, не оставайтесь. То есть, он говорит, оставайтесь, вы, говорит, должники всем, кого вы любите. В смысле-то эта фраза, если почитать по-другому, всегда понятно. Не оставайтесь, говорит, должниками никому, ничем. Ну, то есть, оставайтесь должниками, только людям в любви. Что ты вот этому еще не казал, вот этому, вот этому. То есть, ты вечно всем должен, любовью. Да, там он в делах культа и об этих всех законах, да, он говорит, не оставайтесь там должниками. А вот во взаимной любви будьте всегда должниками. Помните, вы всем должны любовью, делами любви. Это просто великолепно. Вот что такое помощники. Все люди вокруг, это наши помощники, это наши орудия, которые пашут наше сердце. Вот это действительно чудо. И когда это понимаешь, по-другому относишься, познаешь Бога, познаешь его замысел и живешь уже теперь, зная, что каждый человек и эта жизнь тебе дана лишь для того, чтобы возрастать в любви. Которое счастье для человека. Потому что второй плод, если ты будешь по-настоящему любить людей через дела любви, в тебе Бог радовать, радостью раскроется в тебе. Потому что Дух Божий – это Дух радости. Бог – это благость. Когда он будет в тебя исполнять тебя, ты будешь исполняться радости, мира, еще больше веры, потому что без упования ты не сможешь все это делать, кротости. Все будет одно за другое цепляться. Воздержание. Ты будешь все больше от себя отжимать и все это раздавать. Ты почувствуешь такую любовь, что тебе действительно майку захочется отдать, тело отдать на сожжение ради любви к человеку. И все имение раздать. Помните, о чем опять Павел пишет? О, любовь – это страшная сила. Она юродство для людей внешних. Люди начинают всего себя отдавать. И для людей плоских, которые еще дырки, это юродство, это безумие. А это любовь. Эта любовь породила бытие, породила мир каждого из нас. Эта любовь каждого из нас ведет на покаяние. И вместо предлежащего суда каждому в день покаяния, в день его крещения, воздает дарами Духа. Это непонимаемое. Непонимаемое – это безумство, юродство, но только для плоти. А когда человек исполняется Духа, соединяется с Духом Божьим, понимает, что это суть бытия. И это истина, истина Бог. Это есть природа бытия, единственная природа бытия. Ну, а второй природе свободе мы в следующем ролике поговорим. Ну, а на этом все. Надеюсь, кто-то меня услышал. Или круто изменит свою жизнь, или подредактирует. Смысл жизни в любви, ибо любовь есть Бог. А эту любовь в себе взрастить, умножить, усовершиться в ней можно только через дела любви к ближнему. К животному миру, который души живы, и к растительному, который тоже имеет жизнь. Даже к камешкам, но только в правильном понимании. Не идолов из них делать, а не загрязнять там, конечно, мазутом не надо все на свете заливать. Вот человек, познавший истину, начинает жить в соответствии с этой истиной. Ибо вера без дела любви мертва. Верим и показываем любовь через добрые дела к человеку, добродетель, братолюбие у Петра. Ибо заповедь одна, ибо мы любовь познали Божью, в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны поступать так же. А потому вера во Христе Иисусе, мы ожидаем праведность, то есть совершенство, обожжение, богуподобление через веру, да, но веру, действующую любовью. Действующую, то есть делами любви, вера в делах любви. Ну все, давайте поблагодарим Господа нашего, будем прощаться. Господь мой, Бог наш, сущий источник жизни, начальник жизни и податель всякого блага, всякого счастья, любвеобильный промыслитель о всяком человеке. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, что воздадим Тебе за всю любовь Твою. Только жертву хвалу, слава Хвалы, слава Тебе, Господи, слава Тебе. Спасибо Тебе, Господи, спасибо Тебе за все, за всю любовь Твою. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, за все Твои благодеяния. Спасибо. За всех братьев и сестер, Господи, благодарю Тебя, спасибо Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господь и Бог наш Иисус Христос, Который есть Любовь, Всегда да пребывает посреди нас. И все Его благословения всегда. На всех людях, но особенно на своих поверьях, Всех алчущих и жаждущих Его, Его евангельской правды. А эта правда в том, что Бог есть Любовь. Все адреса моих канальчиков наверху, Все контакты для связи и общения внизу, Все полезные ссылочки всегда справа. Всех нежно целую, крепко обнимаю. Пока-пока, до встречи в следующем ролике.